В литературном музее Горького открылась фотодокументальная выставка «Оржер. Замок русских». Этот замок почти на 50 лет стал пристанищем во Франции для нескольких сотен мигрантов из России. Здесь и место жизни, и место расцвета их русской культуры в изгнании. А это верность традициям, это творчество на основе русского, так сказать, бытия, да, тысячелетнего, веры прежде всего и так далее. Есть особенность еще одна. Это вокруг замка два гектара территории. И вот уж такой роскоши не было нигде. В 1924 году в замок перебрались офицер Мельник с женой. С этого момента начинается история русской колонии. Для многих иммигрантов скитания по Европе окончились именно здесь, в 50 километрах от французского Рива. В городе была работа на бумажной фабрике, а замк, как ни странно, оказался самым дешевым вариантом жилья. На фабрику русские ходили с троем в военной форме. Водитель спрашивает, а почему вы в формах? А потому что у нас другого нет. Тогда этот директор решил им вперед дать зарплату. Они все сразу с этими деньгами купили себе костюмы. Темные костюмы, белые рубашки, башмаки и так далее. И когда они выходили в город, там их много было, молодые все они блестяще смотрелись. И когда они выходили, все в галстуках, все в костюмах и так далее, поймите, все эти француженки, все они с ума сходили там. Снаружи красивый замок, внутри настоящая коммуналка. Переселенцы все обустраивали своими руками. Проводили собрания, играли свадьбы, ставили спектакли. В общем, и на Чужбине жили обычной жизнью. Вся эмиграция наша, все изгнанничество, вся эта их жизнь и самостояние на Чужбине, это есть в символическом смысле замок русский. В замке прошло и детство графа Андрея Андреевича Мусина-Пушкина. Большинство фотографий и документов представлены на выставке из его семейного архива. Я там жил, я там провел 4 года. Но я хорошо знаю там, потому что дедушка и бабушка там жили, в этом замке. И когда мне стукнуло 10 лет, я туда к ним поехал на 4 года. И дедушка взял меня в свои руки, он военный, полковник. И как полковник у него дисциплина, чувство долга, честь и так далее. На первом этаже замка располагался храм Архангела Михаила. Его прихожанами были практически все русские рива. Замок объединил под одной крышей артистов, писателей, композиторов. Здесь бывали Иван Бунин, Игорь Старовинский, Иван Шмелёв, Борис Зайцев. Полный список обитателей знаменитого замка можно увидеть на выставке до 15 марта. Инна Мартынова, Никита Вертлин, столица Нижний.